Всем привет, друзья! Сегодня с вами поговорим о моей сумке-органайзере, о сумке EDC от компании Active Leisure. Данную сумку я уже потыскал в течение двух месяцев, и в какое-то мнение у меня, собственно, не сложилось. Итак, наша сумка, в общем, в таком чёрном цвете, имеет следующие размеры – 180х120х70 мм. Сам по себе она маленькая, такая компактненькая. Я видел ещё данного типа и данной фирмы чуть побольше сумки, но почему-то именно это мне приглянулось. Имеет она два такие отделения, как я считаю, вот это основное такое, и вот это вот уже поменьше. Значит, открыв его, вы получаете сразу доступ ко всему, и ко одной планке, и ко второй. Давайте-ка начнём, наверное, вот с основной, наверное, такой, как я считаю, да, которая будет уже у вас сразу под рукой. Потому что та часть без резинок, без всего, будет спокойно у вас отваливаться вниз. Итак, здесь у нас сразу располагается несколько, например, отделений подряд карманов, и вот такая вот внизу вот сеточка. Сюда можно вставлять довольно-таки много, вот у меня под рукой, например, вот телефон, телефон спокойно влезает. Получается, самое верхнее отделение идёт через все, и постепенно отделение уменьшается. Но это, конечно, не суть важная, но всё же вот это отделение довольно-таки глубокое, и это очень хорошо. Также здесь есть специальное крепление под ручку, карандаш. Хотя карандаш проваливается, лучше использовать ручку или маркер. Имеем внизу сеточку, я говорил. Сеточка довольно-таки качественная, но вот в неё я практически в поездке своей ничего не клал, потому что из неё довольно-таки всё легко выскакивает. Здесь же у нас есть такой вот потаённый отдел, который идёт под всеми вот этими, да. Сюда, честно сказать, я ничего не клал, потому что доступ туда крайне неудобен. Особенно сбоку, если её будет носить на поясе, то туда подлезть, что-то достать будет не совсем камильфо. И также, что немаловажно, здесь есть прям целый такой... Блин, бьётся штатив у меня, тут сумка. Целый такой потаённый отдел, который идёт вообще прям следом за основным отделом. Как бы, ну, не знаю, сюда можно класть эти документы, всякие студенческие билеты, карточки. Карточки вот сюда можно, в принципе, класть, но есть что важное. Кошелёк вот сюда лучше всего положить. Потому что он закрывается, этот отдел, и скрывается под вот тканевой такой основой вместе с замком основным. Давайте теперь посмотрим, что у нас находится на другой половине. Другая половина более простая. Здесь у нас такой отдел сеточный, так сказать, и имеется только один замок. Один замок, с помощью которого мы сразу имеем доступ ко всему отделу. Здесь я чаще всего переносил какие-то шнуры, зарядки, именно вот USB-шники. Также здесь можно сделать такую фичу, как прицепить ключи ваши с помощью клипсы отсоединить, а что-то открыть и обратно пристегнуть. И всё спокойно у вас будет под замком. Ну, здесь отдел более простой. Для этой сумки, даже если и сиди её используют, какие-то назначения, да. Сюда можно положить, в принципе, какую-то здесь аптечку небольшую сделал, бинты, пластыри, небольшие таблетки, чтобы у вас всё это было в одном отделе и спокойно здесь пользоваться. Значит, кроме этого отдела, мы имеем ещё один, который находится особнячком, так сказать. Он с одним уже бегунком, здесь у нас стропа. Значит, простой есть отдел, просто что-то кинуть такое небольшое, я не знаю, можно положить перчатки какие-то, зарядки, вот именно переходники от 220 к USB там спокойно у вас здесь поместится. Также хотелось сказать, что вот у именно основного отдела нет никаких удержателей. В смысле того, если вы открываете не наполовину, вот как сейчас наполовину открываете, да, у вас не, ну, как бы, можете не достать, может сумка раз, расстегнуться, ну, как-то, вот у меня получалось то, что у вас всё может вывалиться спокойно. Здесь, конечно, лучше всего всё фиксировать. Но никаких удержательных резиночек здесь нету, хотя у большинства сумок я всё видел. Наверное, если вы внимательно слушаете это видео, вы уже услышали большой такой косяк этой сумки. Но про это я скажу попозже. Давайте-ка поговорим про такую вот подвесную систему, которая здесь есть, и про как эту сумку носить. Как видите, здесь нет никакого вот прям такого наружного удержания сумки на пояс. Здесь прямо очень так хорошо сделано, пришита прям, даже я не знаю, как это назвать, такая подкладка, простроченная даже очень хорошо, сквозь которую продеваете свой ремень. Любой толщины и тонкий ремень, и толстый ремень подойдёт здесь вообще отлично, и будете спокойно носить. Значит, и здесь есть такие вот колечки. с четырёх сторон для ношения этой сумки на плече. И у нас есть вот такая вот стропа с карабинчиками. Карабинчики вообще адские, я такие первый раз в жизни вижу, честно сказать. Посмотрите на них, они пластиковые и крайне туго прям вот как-то застёгиваются. Вообще, в принципе, я не знаю, как она будет тут держаться, но вроде бы ничего. Вроде бы, как у нас тут получалось, застегнуть. Вот. Всё вроде нормально, расстегнуться она не должна. Ну, какого-то они прям доверия у меня не вызывают. Итак, сейчас покажу, как сумка висит через плечо. Вот, как-то вот так. Можно убрать её назад спокойно. Она также будет там болтаться, и в любой момент можно достать, открыть. Ну, как обычный, чтобы достать спокойно. Так же быстро её оперативно. Только вот замочки эти меня уже, бегунки с этим достали. Нужно от них избавляться. Спокойно убрать и дальше идти. Вот такая вот сумка. Итак, немножко по поводу материала. Материал здесь стопроцентный полиэстер. Материал, конечно, довольно-таки мягкий и особо не шуршащий, что хорошо. Сейчас у нас будний день. Хочу показать вам, как я обычно сбиваю эту сумку. Итак, давайте-ка сначала порядку откроем небольшой раздел. Здесь находятся перчатки и практически больше ничего. Отдел довольно-таки удобный, вместительный. Довольно-таки много с ним можно всего положить. Обычно я ещё с клауд адаптеры под обычную розетку и USB. Значит, в основном отделе у меня находится... Давайте-ка сначала посмотрим, что здесь. Здесь у нас находится в сеточке наушники, карточка. Здесь у нас карандаш, потому что отсюда он выпадает. А здесь самое такое место, где он может у нас не обломаться и спокойно существовать, так сказать. Здесь у нас блокнотик. И вот в этом отделении, про которое я очень хорошо отзывался, собственно, у меня находятся документы. Документов там довольно-таки много. Права, паспорт и даже можно ещё бумажник взять. С другой же стороны у меня находится USB-шник и, конечно, что-то... А, ну вот и сам адаптер, да? Отказался я, конечно, от идеи прицеплять сюда ключи. Конечно, муторно доставать, честно сказать. Но всё же такой вариант тоже рассматривается. А вот как-то так подарила мне эта моя девушка. Честно сказать, про стоимость я не знаю. Возможно, как-то немножко пробить. Я, честно сказать, этим не занимался. Но думаю, где-то в районе 600-700 рублей. Вот такие вот дела. Идём дальше. Минусов. Здесь самый основной минус – это, конечно же, бегунки. Бегунки очень прям так звонко звучат, потому что они здесь металлические. Хотя вот есть такие вот верёвочки, но они никак не спасают, потому что они бьются об замок основной и крайне раздражают. У меня есть смысл, конечно, всё это переделать, на паракордцы нацепить и чтобы вообще какого-то звука избавиться. Кстати, вот что немаловажно, вот ухватки съёмные, что немаловажно, здесь можно их отцепить и, например, отложить верёвочки белочёрные и поставить любой суперакорд. Желательно, конечно, наверное, всё-таки чёрный. Вот такая вот сумка органайзер, сумка EDC. Конечно, использовать его можно и просто в жизни, как вот сумку под документы, как она изначально там называлась и приспосабливалась под это. Но всё же она подходит для много чего ещё. На этом видеообзор этой сумки заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет много всего интересного. Всем пока!